Дело в том, что если мы начнем ее поворачивать, то баки, которые дополнительные сзади стоят, будут мешать. Пойдемте посмотрим. Это штатное крепление дополнительных баков. Внутри стоял модернизированный двигатель V2, который давал мощность приблизительно 520 лошадиных сил. При этом он потреблял около 300 литров топлива на 100 километров пути, но 100 километров этот танк не всегда мог проехать. То есть машина, которая называлась номер 3, она ломалась вообще каждый день, и они даже не могли на ней сделать нормальное испытание. И поэтому, испытывая одновременно машину номер 3 и машину номер 4, они как бы совокупно сделали у себя в голове одну единственную машину, которая хоть как-то смогла пройти какие-то испытания. Но на самом деле это была не одна машина, а две. Но они по очереди постоянно ломались. Вернемся сюда. Вы видите, как установлены баки здесь? Это стандартная заводская установка дополнительных баков. В таком положении, как они находятся здесь, башню на танке повернуть на 360 градусов нельзя. Вообще. То есть, для того, чтобы повернуть башню на 360 градусов, эти баки надо демонтировать. Иначе не повернешь. Интересная вещь. Не понимаю, для чего нужно было городить вот такой вот огород, а с другой стороны, они, эти баки, были нужны, но поставить их куда-то дополнительно просто не было места. Потому что, если поставить эти баки было ниже, вот сюда, то они выходили бы за корпус танка. Вот. Поэтому вот они были установлены здесь. Вот с такой вот. Вот вы можете подойти, можем подойти ближе. Иди сюда. Подойди и покажи. Вы видите, как они установлены? То есть, башня имеет такой, как бы, эллипс. Да, если мы начнем ее поворачивать, она может повернуться только вот так вот на 90 градусов. Дальше она уже не идет, потому что не давит баки. Еще одно слабое место, которое было доварено просто так. Вот. Дело в том, что танк этот, после того, как он вышел с ходовых испытаний, у него было такое огромное количество болезней, что на самом деле навести страх он мог только визуально. То есть, когда его видели там, ну вот 7 сентября 1945 года был парад в Берлине. Вот. И на этом параде вот эти танки были показаны. Танки ИС-3. Они проехали колонной по два танка вот так вот. Я не знаю, сколько там их штук было. Все очень сильно, на самом деле, очковали, потому что боялись, что какой-то танк вдруг испортится. Но пронесло, что называется. И танки эти проехали и не поломались. И вот эту колонну потом, исторически, возили везде. Эта же самая колонна танков впоследствии участвовала в параде на 1 мая в 1946 году в Москве. Возможно, многие не знают, что праздника 9 мая, праздника Дня Победы, как такового, такого праздника не было вообще в Советском Союзе. Впервые этот праздник начали праздновать при Хрущеве, уже позже. Понимаете, то есть при Сталине его не было. И поэтому использовали другие праздники, на которые эти танки выезжали. Эти танки выезжали 1 мая 1946 года. Эти танки выезжали 7 ноября 1946 года. Тоже на Красную площадь. И это были одни и те же машины. Те машины, которые выпускались на Челябинском тракторном заводе, их выпускали где-то приблизительно в количестве 200 штук в месяц. Где-то вот, где-то такое приблизительно. Но ввиду того, что в этом танке было очень много болезней, которые были заложены с самого начала, при конструировании. И многие болезни были такие, которые не могли решить, например, то, о чем я сейчас вам расскажу чуть-чуть попозже, да, то все эти танки, которые были выпущены, они в итоге все пошли на консервацию, на хранение, понимаете. Потому что войны как таковой больше уже не было. И такого количества танков для чего-то было использовать не нужно. И поэтому, вот, кстати говоря, в 1966 году, когда Египет напал на Израиль, ну так вот этих танков ИС-3 дали Египту очень много. Теперь поговорим о конструкционных недостатках, про которые можно почитать в интернете в открытом доступе совершенно спокойно, если вы зайдете и почитаете вообще историю Челябинского тракторного завода, который впоследствии начал называться Танкоградом, там, ну, возможно, вы знаете, да, ну и Кировского завода в Ленинграде. Дело в том, что танки, которые выпускались в Ленинграде и танки, которые выпускались в Челябинске, были разные. То есть выпускал завод в Челябинске и выпускал завод в Сто, так называемый, номерной, да. Корпуса эти делали не там. Корпуса делали в, ну, как это, Уралмаш-заводе, то есть это у нас Екатеринбург получается, правильно? Ну, раньше это назывался город, до Екатеринбурга он назывался Сверловск, а до Сверловска он опять назывался Екатеринбург. Понимаете, о чем дело, да? Вот там делали корпуса и отливали башни, но удивительная такая вещь, все корпуса и все башни были разные. Я не знаю, почему так у них получалось, но они потом эти корпуса и эти башни взвешивали, и у них у всех был разный вес, и у них у всех была разная толщина брони. Я честно вам скажу, я не знаю, почему так получается. Я не металлург, я понятия не имею. Тем не менее, в документах, которые были вот написаны в заводе, на машинке напечатаны, понимаете, там об этом есть, что один корпус танка весит там 14,5 тонн, а другой корпус танка весит почему-то 15,5, разница в тонну. Почему? А потому что вот здесь вот броня такой толщины, а здесь броня такой толщины. Я не знаю, почему. Далее, эта броня, из которой был сделан танк ИС-3, она по сути дела очень крепкая, да, и очень толстая, но у нее есть один недостаток. Она очень хрупкая, эта броня, и эта броня могла не только треснуть от того, что в нее попал снаряд, эта броня могла просто тупо треснуть. И есть такой случай, описанный на заводе, на ЧТЗ, когда они проводили испытания танков, и где-то там этот танк стоял, и потом кто-то потом на следующий день к нему подошли, и увидели, что у него треснула башня. Треснула, просто лопнула. Понимаете, в чем дело? Причина какая? Неподходящая была сталь. Они использовали много различных марок стали, они использовали там какую-то 66, потом 67. Еще раз говорю, я не металлург, имеете в виду все цифры, я могу их называть просто чисто эмпирически, но было у них использованы, по-моему, они в районе 10 различных сталей. И использовали различных, чтобы каким-то образом сделать броню, которая будет соответствовать вообще качеству этого танка. Ну, то есть того, что этот танк тяжелый, большой. Понимаете? Самое смешное то, что времени у них не было, и они меняли бы эту броню постоянно, и поэтому у них все танки получились разные. У них одни танки выходили столько веса, другие танки, я думаю, только из-за этого. Столько веса. Это на самом деле так. Возможно, многие сейчас начнут там смеяться и говорить, что я там говорю какую-то ерунду, но в документах на заводе так написано. Вот за что купил, за то и продал. Хотите, зайдите, найдите и посмотрите. Сын бабы Розы говорил, баба, вы рыбу едите, так вот сидите. Понимаете? Вот так вот. Есть документы, на них это все написано. И надо сказать, что они от этих трещин, они никуда не ушли, они так и остались. Вот эта история с тем, что при выстреле вот в это место, вот сюда, в танке полностью раскрывалась вся эта конструкция, да, на самом деле имеет место, и есть даже такие фотографии, которые есть именно с полигона Челябинского завода, где есть такая машина, которая разорвана прямо вот на куски, вот здесь вот прямо по этому шву, да. Есть эти фотографии, можно опять же зайти в интернет и посмотреть.